Игрокам Доты 2 сейчас не позавидуешь. Буквально неделю назад в игровом клиенте появилась Аркана на Рейскинга, и поток денег из наших кошельков приостановился. Такая ситуация не устроила Гейба и его соратников, поэтому как снег на голову был добавлен Арканокомплект на Акашу, и комьюнити снова воспылала. Перед нами встала новая задача, добивать ли нужные уровни до заветного Аркансета на Квапу, или же остановиться, пока все сбережения окончательно не ушли в американскую корпорацию. Каждый сам для себя решит, что же ему делать, а я здесь для того, чтобы сделать полноценный разбор на эту шмотку и поведать о всех секретах. Конечно, в хитрости кампании Valve не занимать. Они сначала добавляют самые высокоуровневые вещи, дабы призовой фон постепенно, но уверенно рос. А уже потом на закате обратят внимание и на малоуровневые наборы. Как раз таки таковыми являются ватный путш и облик антимага Вэй. Лично у меня нет никаких сомнений, что следующим будет Аркана на Виндрэнджер. Игроки насмотрятся на своих тиммейтов и захотят вступить в ряды донатеров. Тут все просто и понятно. О них мы поговорим, когда придет время, а пока весь фокус отдадим Королеве Боли, которая так ярко перевоплотилась на просторах Битвы Древних. Конечно, хотелось бы начать с сюжета. Игроки так обрадовались ремодельке, что в этом сумбуре могли и не заметить приуроченный комикс к выходу Арканы. Вознесение. С этого места и начнем рассказ. Акаша серьезно задумалась о своем наследии в мире демонов. В мире смертных она пользуется большой популярностью и вряд ли кто-нибудь способен усомниться в ее умениях. Но пока толпы людей преклоняли колено перед ее могуществом, ее новоспеченный брат по имени Пкор создал альянс между Андерлордом и Шадоу Финдом. С этого места и началось падение авторитета нашей дамы. Если с Невермором и Врагрошем все понятно, то на Пкоре нужно остановиться. Во-первых, это совершенно новый персонаж, который по сути не должен был появляться в этой игровой вселенной. Дело в том, что компания сама лично прописала Акашу как единственного представителя расы суккубов. И на этом делали акцент не один десяток раз. Исходя из этого, мы делаем три вывода. Первое. Пкор – это родной брат Акаши. И ради Арканы пришлось перелопатить весь лор, дабы выстроить полноценную сюжетную линию. Игрокам будет куда интереснее смотреть за происходящим, когда есть семейное и личное противостояние. Второй вывод вас куда больше заинтересует. Пкор не является родным братом, ведь на протяжении всего комикса это нигде не было прописано. Этот персонаж вполне может занять место кузена, то есть двоюродного брата. В таком случае фундамент Акаши не будет затронут, а Пкор будет относиться к другой расе, которой так сильно не хватает во вселенной Доты 2 – вампирам. Обратите внимание на бокал персонажа, ведь это явно не вино. Королеву никогда не интересовала кровь. Суккубу больше нравятся телесные наслаждения. И третий вывод. Кинг оф Пейн всё же появился, но пока только в комиксе. Похоже, что фидбэк англоязычного комьюнити сильно влияет на компанию Valve. Поиграть со сменой полов они решились на облике антимага, а вот вторую часть воплотили в лорной составляющей. Как бы то ни было, ответы на все вопросы мы получим совсем скоро, а именно с выходом новых реплик. Как только они появятся на просторах интернета, мы обязательно вернёмся к этой теме. А сегодня, чуть позже, мы ответим на вопрос. Появится липкор, как новый герой Доты 2? Оставайтесь до конца этого видео, и вы получите нужную вам информацию. А спонсором сегодняшнего ролика является SGM Lag. Заходи и забирай новенький компендиум сотого уровня за 29 рублей. Стандартный батл пасс за 19 рублей. И уровни к нему всего по 9. Да, и 15 рублей прилетит за регистрацию. Торопись, такое только на SGM Lag. Предложение ограничено. Ссылка в описании. Далее, продолжаем разбирать комикс. Мы переходим к тому моменту, где Акаша направилась в Плачущую Розу, чтобы найти изданного принца Нокха и предложить ему выгодную сделку. Этому парню было суждено править сильнейшим кланом среди демонов. Но коварная Ванесса обманом подчинила волю принца. И теперь уже он служит другим. Пока Нокх был во владении еретика, произошло много событий. О чём, собственно, и поведала Квапа. Предательство со стороны Рестула. И измена троих заговорщиков. У Нокха не было другого выбора, кроме как передать своё подземное влияние нашей героине. И Акашу наследовало титул владения и всё могущество его падшего клана. Как только произошла метаморфоза, королева устремилась выполнить обещание, покарать грешников и поставить на место своего брата. Казалось бы, что это типичный мини-комикс, но это далеко не так. Тут есть нужная информация, и нам нужно познакомиться со всеми персонажами поближе. Для начала, город Плачущая Роза был выбран не просто так. В своё время поселение заполонили безумные волшебники, и творился полный хаос. Сафировый совет, именно так называется главная полиция вселенной Дота 2, обуздала город и её жителей. Во главе с Пьерпонтом они покрыли всю местность вечными сумерками, чтобы контролировать силу звёзд. И тогда началась жестокая охота на волшебников. Образовался местный совет, чтобы контролировать ситуацию. Но пока полиция пришла в город и навела порядок, уже успело произойти много роковых событий. За это время группировка Талер Эстейт приобрела себе безупречную репутацию. И именно туда была отправлена Вэй, будущий облик антимага. Если нам повезёт, то Плачущая Роза в полной мере раскроется с новым образом. Далее пробегаемся по ключевым словам. Сожжённый зал. Это хранилище сильнейших артефактов всей игровой вселенной. Книга мёртвых должна была там находиться. Но Рилай уговорила совет отдать её Аурус на хранение. Клинок Апофеоза, с помощью которого можно резать оболочку между мирами, также находится среди других предметов. Далее. Изгнанный принц. Ещё до самого релиза мы догадались, о ком пойдёт речь. Один из моих зрителей активно среагировал и написал, что возможно речь идёт про давний и забытый концепт-арт. На самом становлении данного канала мы обсуждали его в полной мере. Но конкретно в этом случае речь идёт про этого парня. За основу был взят Дум, и Нога подписали как изгнанного принца. На ваших экранах его ранние наброски, с которыми охотно поделился сотрудник компании. Само имя коверкали несколько раз. Изначально он был Кнок, потом его исправили на Ног. А теперь мы видим конечный вариант Ног. Похоже, что теперь это официальное имя персонажа. Ванесса, наёмный еретик и категоричный оккультист, появлялась в сюжетке карточной игры. Помогла главе полиции заключить сделку с Воидом, чтобы он не ломал таймлайн с помощью Клазурема, как ему вздумается. Владеет хрономантией в полной мере. Умирать несколько раз в неделю для неё это обычное дело, но каждый раз возвращает себя к жизни при помощи заклинаний. Создала всеми знакомый нейтральный предмет Orb of Destruction, то есть сфера разрушения. Держит несколько штук про запас, ведь половина Плачущей Розы хотят её смерти. Как мы видим, подчинить себе сильного демона тоже не является проблемой. Как вы поняли, персонаж крайне интересный. Далее, ключевые строки. Пускай Невермор тешится душой своего ручного Воула. Во всей вселенной есть один самый знаменитый Воул. Это мятежник Рикс. И уверяю вас, здесь речь идёт конкретно про него. В своё время он был правой рукой Легион Коммандер, пока не предал Бронзовый Легион и не встал на защиту своего народа. Если вы являетесь частым гостем моего канала, то всё знаете про него. Сейчас пересказывать его биографию не будем. Уверен, что в дальнейшем поводов ещё найдётся. Однако, обратите внимание на механическую руку персонажа. Эта деталь нам ещё понадобится. Как и эта строчка. Пускай враг Рош готовится напасть на Стоунхолл. За всю историю было только два нападения на столицу Раздольной Империи. Первое – это Орда Красного Тумана во главе с Орлы Хан. Второе – это окончательное уничтожение столицы Ордой Бездны и враг Рошам. Почему же тут нужен Рикс? Дело в том, что события артефакта происходят за 5-7 лет до начала всей Битвы Древних. И данная игра прямо называется приквелом Доты 2. В то же время есть Дота Андерлордс, который говорит о том, что Рикс дожил до наших дней. И восходящий лорд Анессикс готова рассказать Трездин о местонахождении Воула. Спустя столько игровых лет, Мятежник может выглядеть совсем иначе – полукиборгом. Оттого Аркана на Рейскинга и не может найти плоти у будущего героя. Более детально об этом поговорим в другой раз. А сейчас подытожим комикс. Ответим на вопрос, могут ли Ванесса, Пкор и Нок появиться в ближайшее время как герои Доты 2. Компания никогда не выпускала героев прямолинейно, только косвенно. И сейчас это вряд ли изменится. Они только что показали трёх новых персонажей на весь мир. И сразу же за этим добавлять их в игровой клиент? Такого ещё ни разу не было. И это просто не их метод. Подобраться к ближайшим будущим героям можно только с помощью невыпущенных реплик. А демонстрация брата на всё комьюнити только блокирует его выход. Даже если нечто подобное и случится, то я очень сильно удивлюсь. Потому что это прямое отклонение от своих же свод правил. Далее. Визуал. Перед выходом батлпасса мы просили обновлённую модельку на Акашу. Наше мнение с Valve совпало. И посему они запихнули комплект Арканы как награду боевого пропуска. И если вы успели её опробовать в игре, то заметили, как персонаж преобразовался. Помимо нового голоса, сама модель перестала быть похожа на привычную Акашу. Взгляните на овал лица, глаза и другие части тела. Эта модель совершенно иная, с гораздо более серьёзным количеством полигонов и текстур. Даже добавление хвоста отсылает нас на изначальную версию Доты. С переносом во вторую хвоста не было. Однако теперь он вернулся на своё законное место. При ходьбе вы также можете увидеть знаменитые следы демонов. Как, например, у Террор Блейда. Как и другие сородичи, Акаша пренебрежительно относится к наземному миру. Подобно Невермору, она всячески старается навредить земле. Если СФ использует когти, то Квапа умело управляется хлыстом. При прыжке можно заметить яркую символику, которая прямиком сбежала из концепт-арта самого Нокха. Что вполне логично, учитывая сюжетную линию двоих персонажей. Сам подземный мир, который кишит демонами, наконец-то продемонстрировали в превью ролика. И мы своими глазами можем посмотреть на характерные детали. Однако, если у нас к визуальной части не было претензий, то англоязычная комьюнити осталась недовольным. По мнению игроков, художники и геймдизайнеры компании плохо поработали над вторым стилем Арканы. Valve действительно может услышать свой любимый реддит и подправить неугодный стиль. Нечто подобное мы наблюдали при выходе Арканы на Джаггернаута. Уверен, что многие из вас помнят ту ситуацию, когда компания дала задний ход и изменила цветовую гамму. Так что, если через определенное время второй облик претерпит изменения, не сильно удивляйтесь. Западная комьюнити обратила внимание и на небольшой тизер, который сопровождался с выходом шмотки. Якобы он видится абсолютно недопиленным и не дотягивает до полноценного тизера. Главная претензия ролика к тому, что корпорация использовала игровую модель и не удосужилась перерисовать Акашу для синематика. Лично у меня к этому нет претензий. Безусловно, другие компании создают куда более качественные трейлеры. Однако, у них нет достойных игровых моделек. А в нашем случае, похвастаться привычной графикой не выглядит чем-то зазорным. Могу лишь списать на то, что компания попросту не успела подготовиться должным образом. Сотрудники до сих пор сидят на американском карантине и реализовать в полной мере не удалось. В любом случае, на мой скромный взгляд, это не является проблемой. А что скажете вы? Посмотрев этот ролик, вы сформировали мнение. Делитесь со мной в комментариях, и я постараюсь ответить каждому. Если же у вас имеются вопросы, или вы заметили оставленные мной без внимания детали, пишите прямиком в комментариях. Не забывайте подписываться на канал, поддерживать видео лайком, и прожимать колокольчик, чтобы смотреть свежее видео самым первым. Нас ждет много релизов, и именно здесь вы узнаете много новой информации про Battle Pass и грядущие предметы. Заглядывайте на канал, впереди много контента. До новых встреч, друзья! Субтитры подогнал «Симон»!